В 12 школах Атараусской области проводится капитальный ремонт, однако специалисты не уверены, что работы завершатся к 1 сентября. Местные чиновники, как это часто бывает, затянули утверждение проектно-сметной документации и тендерные процедуры, в результате чего график работ сдвинулся на более поздний срок. Сегодня в 14 школах Атараусской области дети обучаются в три смены. Для того, чтобы как-то решить эту проблему, в трех школах возвели дополнительные пристройки. На созданные новые 360 мест снизили нагрузку только трех школ. Еще в двух школах Атарау, где проводится капитальный ремонт, судя по всему, 1 сентября первый звонок не прозвенит. Это самый сложный вопрос в областном центре. 13 из 14 школ города Атарау трехсменные. Сегодня в четырех из них ведется капитальный ремонт. В двух работы завершены, они готовы к приему школьников. А ремонт в школах номер 16 и 20 продолжится до ноября. Ученики этих школ теперь вынуждены пойти учиться в соседние микрорайоны. Еще одна актуальная проблема. В новом учебном году в школы города пойдут около 18 тысяч первоклассников. Этот факт может еще более усугубить вопрос трехсмены системы обучения. Всего же в этом году в регионе строится 14 новых школ. Четыре из них сдадут в эксплуатацию до конца года. В микрорайоне Нурсая школа на 900 мест. Отмечу, этот микрорайон быстро развивается. Срок сдачи школы запланирован на конец года. Но в связи с большим количеством детей, к первому сентября все строительно-монтажные работы будут завершены. В этом году на приобретение учебников из бюджета выделили более 1 миллиарда 700 миллионов тенге. Этого достаточно, уверяют специалисты. А дефицит учителей – одна из самых сложных проблем по всему региону. Ведь по области не хватает 470 педагогов. Управление образования ищет специалистов по всей республике. Но на приглашение открикнулось только 170 специалистов. 1 сентября в городе Кентау Туркестанской области в свои двери распахнут сразу две новые школы. Одна из них рассчитана на 300 мест. Объект начали строить прошлым летом. Учебные заведения оснастят современным оборудованием. Имеются компьютерные классы, спортзал, специальные кабинеты химии и физики, где можно проводить различные опыты. А в будущем на территории школы планируется построить и собственный стадион. В строительстве объекта используются стройматериалы исключительно отечественного производства. В работе задействовано 120 человек. Школа будет состоять из трех корпусов. Их площадь превысит 3000 квадратных метров.